Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Междунациональным отношениям. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что Россия – одна из крупнейших многонациональных стран мира, в которой проживают представители более 190 национальностей, а в Самарской области живут и плодотворно работают представители свыше 150 этносов. Вот почему укрепление добрых традиций межнационального согласия и мира, сохранение и развитие самобытных культур народов, живущих в нашем крае, один из безусловных социально-политических приоритетов государства, оформленных и соответствующими документами, отметил глава региона. Губернатор напомнил, что считанные недели остаются до выборов президента России и выразил надежду, что граждане всех национальностей и представители всех национально-культурных объединений региона примут самое активное участие в выборах главы государства, выскажут на выборах свою гражданскую позицию. В Самарском доме культуры «Заря» прошло обучение независимых наблюдателей за выборами. Слушали лекции, выполняли разные практические задания жители советского района. Обучение провели специалисты областного штаба независимого наблюдения за выборами. Какой документ получат активные граждане, расскажем в нашем сюжете. Ольга Великанова – ответственный гражданин. Не только всегда голосует на выборах, но и уже несколько избирательных кампаний проводит как общественный независимый наблюдатель, фиксируя все, что происходит на вверенном ей участке. Опыта ей не занимать, но на обучение приходит обязательно, поскольку здесь можно получить информацию о всех законодательных новшествах. На этих семинарах я тоже уже проходила не раз обучение. Мне очень нравится, потому что с каждым, как говорится, курсом обучения ты для себя постигаешь что-то новое. Потому что эксперты, которые проводят нам здесь обучение, они дают новшества, изменения в законах. Обучение для наблюдателей советского района провели члены областного штаба по независимому наблюдению за выборами и представители региональной общественной палаты. На встрече они рассказали желающим обо всех юридических нюансах и тонкостях этой работы, о возможных ситуациях на участках и способах их решения, используя при этом реальные случаи из опыта предыдущих избирательных кампаний. Самое главное, что наша работа строилась все-таки исходя из тех практических кейсов, которые происходили на территории Самарской области, ну и наших регионов и субъектов Российской Федерации. То есть у нас это занятие носит именно практический характер. Такие же встречи уже прошли и в других районах города. По итогам обучения все наблюдатели, получившие знания и прошедшие обязательное тестирование, получат направление на участки от общественной палаты Самарской области. Он будет действителен на протяжении всех дней голосования. Если появятся еще какие-либо дополнения к их работе на участке, то с наблюдателями проведут еще один дополнительный семинар. По окончании они получают документы, документы Общественной палаты Российской Федерации. Я считаю, что даже если исходить из личной какой-то истории человека, у нас, кстати, сейчас очень много обучается молодых людей, то есть мы видим реальный интерес, причем это же не политика, по сути дела, а это возможность проявить себя и формировать свой комфортный завтрашний день. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Андрей Горгуленко, События. В Самарской области на этой неделе потепление и снегопады. Главный виновник погодных перемен – атлантический циклон, который принес в регион теплый влажный воздух и осадки. По данным Приволжского гидромедцентра, осадки ожидаются от небольших до умеренных в основном в виде мокрого снега. Местами будет усиливаться ветер. В большинстве районов ночью слабый мороз, а днем показания термометра приблизятся к нулевой отметке. Дорожную ситуацию в отдельных районах могут осложнить туманы и гололедица. Городские власти поручили всем службам усилить очистку города от снега. Усиление работ по очистке территорий, вывозу снега, расширению проезжей части дорог в числе актуальных задач. Нюансы обсудили на совещании, которое провел заместитель главы Самары, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андреянов. Принимаются неотложные меры для организации оперативных работ. Профильный департамент дополнительно проработал механизмы взаимодействия с подрядчиками ГИБДД и службой эвакуации. В январе выпало почти 92 миллиметра осадков. Это 164% от месячной нормы. За прошедшие сутки в уборке улиц, дворов, общественных пространств и внутриквартальных территорий задействовали 565 единиц техники и 3421 уборщика. За дневную и ночную смены с уличной дорожной сети вывезли 9,5 тысяч тонн снега. Это один из самых больших показателей за сезон. Днем 30 января осадки возобновились и на все территории города направили 303 единицы техники и 3308 человек для расчистки вручную. Специалисты отмечают, при очистке улиц и ликвидации снежных валов препятствием становится припаркованный транспорт горожан. В связи с этим профильный департамент дополнительно проработал механизмы взаимодействия с подрядчиками ГИБДД и службой эвакуации. Накануне состоялось установочное совещание с представителями прокуратуры. Приняты неотложные меры, чтобы тяжелая техника и средства малой механизации могли функционировать оперативно и результативно. В частности, активизирована работа по освобождению дорог от припаркованного транспорта. Эвакуируют автомобили, где имеются знаки запрета остановки и стоянки, в том числе в определенные дни или часы. Но есть участки, где требования максимально жесткие. Вообще нельзя парковаться. Мы вчера попытались и дальше отрабатываться, начать работу совместную по эвакуации автомобиля. Так, минувшие ночью только с четырех участков дорог местного значения, улиц Нагорная, Мариса Тереза и других, эвакуировали 12 машин. При выявлении нарушений машины доставляются на ближайшую штрафстоянку. После подрядчикам уже ничто не мешается средоточить усилия на расчистке, особенно при лотковой части дорог, заниматься погрузкой и вывозом снега. Совместная работа запланирована и в ночь на 31 января. Именно в ночную смену, когда нет интенсивного дорожного трафика, проводится основная снегоуборка. Предупредать-то в принципе нечем. Дорожные знаки, они установлены, они в наличии. То есть время введения ограничений на знаках есть. Сейчас мы непосредственно отрабатываем участки, где запрет остановки стоянки в одну из ночей недели. То есть в этот день будут отрабатываться участки, на которых получается в среду с 0 до 7 запрещена остановка стоянка. Если раньше в смену привлекали 1-2 эвакуатора, то теперь на ночных дорогах их уже больше. Количество зависит от текущего состояния того или иного участка, его запаркованности. При большем количестве эвакуаторов, сгруппированных на участках, не будет простой снегоуборочной техники. Она включается в непрерывный процесс сразу после освобождения дорог. Работа по такому алгоритму продолжится и будет организована в течение сезона. Меры напрямую связаны не только с усилением работы необходимостью более тщательной и быстрой расчистки территорий. Они призваны повысить безопасность дорожного движения. Кроме того, в связи с потеплением, особое внимание профильными службами уделяется очистке скатных кровель и крыш домов, находящихся рядом с тротуарами. Днем трудятся несколько десятков бригад. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. В областной столице прошло первое в этом году заседание Самарской губернской думы. Депутаты приняли ряд законов. В центре внимания меры поддержки участников специальной военной операции, детей-сирот и других категорий граждан. Подробнее в нашем сюжете. В областной столице прошло 35-е заседание Самарской губернской думы. На повестке дня 14 вопросов, в том числе 10 проектов законов Самарской области. По-прежнему одним из приоритетных направлений остается помощь участникам специальной военной операции, добровольцам и членам их семей. На территории региона реализуются различные меры поддержки. Единовременные выплаты, компенсации за коммунальные услуги, освобождение от уплаты транспортного налога, юридическая помощь, а также возможность бесплатно получить земельный участок. Эти вопросы, они в постоянной работе, приводятся в соответствии с федеральным законом, разрабатываются региональные инициативы и вносятся уточнения с учетом мнения людей, с учетом анализа ситуации, мониторинга реализации на территории области. Также на заседание были внесены изменения в федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Напомним, Самарская область еще в 2022 году опережающим правовым регулированием ввела нормы поддержки жилищный сертификат. В 2023 году был принят федеральный законодатель, который регулирует данную норму. Поэтому в связи с этим наше региональное законодательство мы приводим в соответствие. И напрямую выдача жилищного сертификата теперь будет регулироваться федеральным законом. Эта мера получила достойный уровень финансирования. На период с 2024 по 2026 годы в областном бюджете предусмотрено ежегодно по 45 миллионов рублей. Специалисты отмечают, законодательство не стоит на месте. Депутаты оперативно реагируют на изменения во всех сферах жизни. Принимают актуальные законы. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. С 1 февраля на 7,4% проиндексируют материнский капитал. Размер выплаты при рождении первенца составит 630 тысяч рублей, а при появлении в семье второго ребенка – 833 тысячи, если на первого ребенка маткапитал не назначался. Если же семья получала выплату на рождение первого ребенка, то при появлении второго размер доплаты составит 202 тысячи рублей. После индексации выплата на первого ребенка вырастет на 43 тысячи, на второго – на 57 тысяч. Семья получает право на выплату, если родители граждане России, и у ребенка российское гражданство по рождению. С начала этого года правила получения маткапитала изменились, напоминают эксперты. Рассказать школьникам и студентам об истории страны и отдать дань памяти тем, чья жизнь – пример мужества. В библиотеке имени Крупской прошло мероприятие, посвященное 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, жителям блокадного Ленинграда вручили памятные медали и подарки. История одной судьбы в нашем следующем репортаже. Екатерине Александровне было 5,5 лет, когда началась война. Вспоминает самый тяжелый год блокады, 42-й они пережили. Но мать отдавала почти всю еду дочери и в итоге скончалась от голода. Девочку определили в детский дом, а через неделю отправили на катере через Ладожское озеро. Вот самое страшное в моей жизни – это эвакуация через Ладожское озеро. Был дошкольный детский дом, человек 12 у нас всего было. Вот, летели два самолета, бомбили. Вот свист этих бомб, помню, как змеи летят с этой стороны, с этой стороны. Потом что-то в иллюминатор посмотрела, а летчик стреляет, стреляет. Впереди шли две баржи с детьми, их разбомбили, а маленький катер уцелел. Правда, Екатерина узнала об этом чуть позже. От страха девочка потеряла сознание. Очнулась уже на другой стороне. А эти женщины бежали с детьми, и когда подбежали к нашим телегам-то, и тишина. Они никогда не видели таких детей. Все мы были, конечно, в дистрофике. Вот лично я была, голова вся в нарывах была, и нам даже стыдно было смотреть. Не поднимали мы голову. И вот таких детей отмыли, вылечили, отпоили рыбим жиром, и видите, как долго мы живем. В честь юбилейной даты, 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда в библиотеке имени Крупской, прошло памятное мероприятие. В нем приняли участие как жители блокадного Ленинграда, которых в Ленинском районе сейчас осталось 10 человек, так и юнормейцы, школьники и студенты. И сейчас их подвиг является примером для нашей молодежи, для подрастающего поколения. Потому что благодаря таким людям мы понимаем, что в наших жилах течет кровь настоящих героев, генетические корни в нас мощные, заложенные, что вселяет в нас и гордость, и уверенность в будущем, и надежда на скорую победу. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ветеранам, которые имеют медаль за оборону Ленинграда и нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда», вручены знаки отличия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Помимо этого, они получат единовременную денежную выплату. Андрей Бессонов, Виктория Шарая, Игорь Казановский. События. Россияне заранее бронируют отдых на лето, причем, по словам экспертов, в пять раз активнее, чем год назад. По некоторым направлениям туры берут почти за восемь месяцев до отпуска. По данным рейтинга «Яндекс.Путешествия» лидирует Иркутская область. Отели здесь начали бронировать за 226 дней до даты заезда. Десятки лидеров по срокам бронирования также Карелия, Крым, Краснодарский край, Владимирская область, Алтай, Мурманская область, Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край. Среди зарубежных стран меньше всего времени россиянам потребовалось на бронирование в Узбекистане 135 дней, а больше всего в Абхазии, где жилье снимают за 218 дней до отдыха. В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем в 2023 году. Количество ранних бронирований и отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Среди причин – рост уверенности туристов в планах на весенний и летний отдых и увеличение количества доступных внутренних туристических направлений. Самые предусмотрительные начали готовиться к летнему отдыху еще в сентябре 2023 года. В среднем же пользователи сервиса делают ранние бронирования отелей за 205 дней. Это на 11 дней раньше, чем в прошлом году. Тогда подготовка к поездкам начиналась за 194 дня. В Самарском университете имени Королева прошел мастер-класс по созданию матрешек. Его провели для студентов Северо-Западного политехнического университета Китая, которые приехали обучаться в Международной образовательной зимней школе производства и испытания авиационных двигателей. На мастер-класс отправилась также наш корреспондент Светлана Кудрявцева. Матрешка – традиционный сувенир из России, известный во всем мире. Не просто народная игрушка, а хранительница исконной русской культуры. С происхождением матрешки ознакомились студенты Северо-Западного политехнического университета Китая. Они приехали в зимнюю школу Самарского университета имени Королева. Между занятиями о строении двигателей постигают русскую культуру. В этот раз создают себе памятные подарки. В начале работы у каждого из ребят есть заготовка небольшая, на которой они собственными руками рисуют, раскрашивают и украшают матрешек. Я показываю то, как я бы ее нарисовала, а ребята воплощают свои фантазии, то, что они хотели бы видеть. И поэтому каждая из матрешек, получившаяся сегодня, такая уникальна. Кто-то решил добросовестно скопировать матрешку, которую показали для примера. А кто-то по-настоящему креативит. Здесь и седовласая матрешка-бабушка, и героиня аниме, и даже матрешка с ракетой. Ведь не зря Самара – космическая столица. Присоединились к мастер-классу и ребята, которые постоянно обучаются в Самарском университете Королева. Например, Сиа Жуймай на четвертом курсе бакалавриата пришел на мастер-класс в качестве волонтера сразу же после экзамена. Я китайский студент. Сейчас я учусь в Самарском университете. Моя специальность – две годы летательных оплатах. В первом и второй курсе я изучаю в Китае, потом в третьем и четвертом курсе в России. Я буду учиться в Самаре еще два года для магистров. А почему вы выбрали Самару, Россию? Потому что я думаю, что в России в Самаре хорошая обьясовная техника. Дяхао Джан, которого однокурсники зовут Габриэль, в Самаре живет первый год. Но учится на втором курсе магистратуры, занимается написанием научной работы. Тоже стал волонтером, чтобы помогать китайским студентам, которые пока не знают русского языка. Сам Габриэль изучает русский уже несколько лет. Сначала я изучал с учительницей, потом я сам два года уже изучал. Я просто разговариваю с людьми и смотрел сериал, фильмы и другие. Пока мы обменивались культурным опытом с волонтерами, студенты зимней школы уже изготовили себе сувениры, сделали памятные фото и выучили, как минимум, одно русское слово. Матрешка! Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. Источник вдохновения для творчества. В Самаре в музее-галерее «Заварка» прошла лекция «Человек. Природа и искусство». Заведующая музеем модерна Ирина Свиридова рассказала, как художники разных эпох изображали природу и какие скульпторы работали с деревом. Подробности расскажет Ксения Баканова. Надежда Мартынова поклонница творчества самарского художника Валентина Пурыгина. В ее домашней коллекции даже есть несколько картин, где автор воспевает красоту и мощь реки Волги. Очень реалистично, очень похоже, очень узнаваемо, та же самая набережная. Очень любил рисовать город, старый город. Людей, ну, они есть, но в основном вот природа. Чистота, свет, доброта, которые спасет мир. В Самаре в музее-галерее «Заварка» прошла лекция «Человек. Природа и искусство». Заведующая музеем модерна Ирина Свиридова рассказала, как художники разных эпох изображали природу. Посетители познакомились с творчеством русского художника Ивана Айвазовского, французского живописца Теодора Жиряко и многих других. К лирическому, к национальному пейзажу обращаются художники уже второй половины, там уже конца 19 века. И каждый художник через природные элементы может рассказать и о своем чувстве прекрасного, и о своих мыслях, чувствах и переживаниях. Сейчас мы можем взять телефон и пойти фотографировать на Волгу. Это будут тоже пейзажи, которые достойны галерей и музеев. Также гости встречи увидели деревянные скульптуры Сергея Ключникова. Уже более 10 лет автор превращает высохшие деревья в настоящие произведения искусства. Мы в том числе планируем сделать мастер-класс Сергея Ключникова, такой артисток, можно так назвать. То есть во время работы, во время того, как он будет вырезать и что-то показывать, мы будем плюс к этому с ним проводить такое публичное интервью. Выставка продолжит свою работу до 1 марта. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В театре «Самарская площадь» прошел концерт «Рождественское приношение», посвященный Году семьи. Мероприятие организовали сам театр и Самарская городская общественная организация инвалидов. На концерт пригласили семьи участников СВО и семьи с детьми с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи. Постановку увидела и наша съемочная группа. Год семьи театр «Самарская площадь» начал с необычной постановки концерта «Рождественское приношение» в исполнении хора храма в честь святителя Спиридона Тремифунского с участием воспитанников воскресной школы. Что может быть лучше, чем история о святом семействе, о Рождестве? И недаром Рождество – это первый праздник в году, и мы решили этим мероприятием открыть. Надо сказать, что мы с этим храмом, с этим хором наш театр дружат, и мы уже не первый раз проводим совместные мероприятия. На сцене дети читают текст Евангелия, связанное с Благовещением Пресвятой Богородицы и Рождеством Христовым. А хор исполняет тропарь или короткую молитву праздника, а также калятки, которые являются неотъемлемой частью рождественских дней. В этот раз к постановке добавили еще и хореографию. Всегда наше мероприятие и даже обычное богослужение, которое мы совершаем в храме, – это всегда большая радость. И это прежде всего служение Богу. Дети, которые также привлечены, они тоже с удовольствием, с радостью участвовали в этом проекте, приходили на репетиции, с удовольствием, всегда вот с душой участвовали. Я думаю, что зритель получит прежде всего положительные эмоции, радость, мир, умиротворение. Концерт прошел на благотворительной основе для семей участников СВО, детей с особенностями здоровья и многодетных семей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Города меняются для нас. 30 января стартовали общественные обсуждения проектов благоустройства парков и скверов, которые потом будут выставлены на всероссийское голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Пространства победителей будут благоустраиваться в 2025 году, сообщает в своем телеграм-канале руководитель управления информацией аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. Все желающие могут с ними ознакомиться и высказать свои замечания и предложения в адрес разработчиков дизайн-проектов. Для этого нужно прийти на общественное слушание, график которых размещен в телеграм-канале и на сайте мэрии. До 31 мая проглянуло ограничение движения транспорта на пересечении улиц Таганской и реактивные автобусы маршрутов номер 26-32-36-66 продолжат следовать по скорректированным трассам, сообщает телеграм-канал городского департамента транспорта. В Самарской области участились случаи отравления угарным газом. Есть случаи, где нарушены правила эксплуатации газовых приборов, а также самовольная установка. В целях безопасного использования газового оборудования необходимо обращать внимание на тягу при розжиге и следить за работой газового оборудования. В настоящее время идет перезаключение договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования, информирует телеграм-канал Красноглинского района. В 2023 году завершилась масштабная модернизация центров занятости населения Самарской области в рамках нацпроекта «Демография». Теперь все кадровые центры обрели единый фирменный стиль. Для всех посетителей и работников созданы комфортные условия. А кроме того, полностью изменился и сам принцип работы службы занятости. Как выглядят центры занятости региона после модернизации, можно увидеть в телеграм-канале Самарского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»